Сегодня у нас демпинг и демпинг на рынке недвижимости. Дело происходило в Болгарии, это абсолютно реальный случай. Один бизнесмен решил всех перехитрить на рынке курортной недвижимости. Это популярный болгарский курорт, там строились апартаменты. Вот этот бизнесмен решил построить несколько комплексов апартаментов. Огромное количество, несколько сотен апартаментов этапами. И сделать это на дармовой земле. Где-то далеко, за дорогой, пешком. Дойти до моря практически нереально, но земля дармовая. В полях, в лугах абсолютно дармовая земля. Бизнесмен решил экономить на строительстве. То есть, без лифтов, самые дешевые материалы, выйти на минимальную себестоимость при дармовой земле. И победить всех конкурентов ценой. То есть, устроить демпинг. В то время на первой линии такие хорошие апартаменты продавались по цене от 2 до 3 тысяч евро за квадрат. Что-то попроще, там на 2-3 линиях или если не было хорошего пляжа. Продавалось по ценам от 1000 до 1500. И самые-самые простые варианты торговались в пределах 750-800 евро за квадратный метр. А вот этот наш бизнесмен решил, что цену поставят 450 евро за квадратный метр. Естественно, цена такая кардинально низкая для тех времен. При его себестоимости, на которую он планировал выйти около 250 евро за квадрат, 450 давало хорошую доходность и вот такой был план. Деньги были кредитные банковские и товарищ начал строить. А по курорту появились билборды с этой ценой. Кстати, это был такой звоночек. Увидев этот билборд, я тогда принял решение, что, наверное, пора сворачиваться. Ничего хорошего больше не будет. Так и оказалось в итоге. Наш бизнесмен в итоге прогорел. Прогорел серьезно. Убытки, невыплаченный кредит. Все это было очень-очень больно. Итак, в чем же была ошибка? Принципиальная, грубая ошибка, которая привела этот проект к краху. Во-первых, эффект домино. Если ты ставишь цену 450, то твои конкуренты, естественно, должны отреагировать. И те, кто продавали самые дешевые до этого апартаменты, по 750-800 евро квадрат, они, естественно, были вынуждены снизить цену. Они стали продавать по 600, что их себестоимость позволяла. А тут уже стал выбор. Когда тебе предлагают за 450, ну, абсолютное Г, где-то там в полях, какой-то абсолютный хлам. Или тебе предлагают за 600, ну, в общем-то, вполне вменяемый объект. Многие стали принимать решение в пользу 600. То есть, какой-то народ с минимальными деньгами просто получил скидку. Стал покупать не 750, а 600, но все равно не пошел в поля, не пошел за этой убогой недвижимостью. Естественно, этот эффект домино привел к тому, что, включая все, включая первую линию, вынуждены были снижать цену. Ну, то, что я понял, увидев этот билборд. Следующее, реальная себестоимость оказалась выше. Планировать как бы гладко было на бумаге, но забыли про овраги. Там болото, болотистая местность. Естественно, возникли трудности. Что-то стало там перекашиваться, что-то потребовало других затрат на фундамент и так далее. То есть, реально себестоимость 250 не получилась, она стала выше 300. Следующий момент, клиент. То есть, когда ты делаешь такие объекты откровенные по очень низкой цене, ты привлекаешь, естественно, рассчитываешь на малообеспеченного клиента, который не может себе позволить ничего лучше. То есть, на клиента без денег. В случае Болгарии, тогда просто было такое время, был такой бум, все кинулись покупать зарубежную курортную недвижимость. В том числе, огромное количество людей, которые себе позволили этого. Тем не менее, наскребали деньги на первый взнос, брали кредиты. Какие-то абсолютно нелепые попытки получить зарубежную недвижимость. Соответственно, вот этот малообеспеченный клиент, он очень часто, сделав первый взнос или второй взнос, не мог в итоге выкупить. То есть, получилось, что денег нет. Это приводило к тому, что значительная часть вот этих апартаментов оставалась непроданной. Что, соответственно, давило на финансовый результат. Было много непроданного и финансировать дальнейшие этапы, при этом рассчитываться как-то с банком, было уже проблематично. Когда вот этот товарищ начинал свой проект, помимо того, чтобы продать, получить какую-то прибыль, он рассчитывал также на таксообслуживание. Что потом? Вот у него будет там, например, 600 или 800 апартаментов. И каждый будет ежегодно ему платить таксообслуживание, хорошие деньги, которые ему обеспечат такую сытую старость. Но, так как качество было очень низкое, соответственно, где-то падала краска, где-то возникали какие-то трещины, начинался какой-то вот этот взвод. Естественно, фирма обслуживающая с этим не справлялась и не хотела особенно справляться. А люди, как результат, не хотели платить таксообслуживание. Кроме того, многие просто не хотели, не могли ее платить, потому что не было на это денег. Опять же, малообеспеченный клиент. И самое неприятное, что вот эти малообеспеченные клиенты, когда понимали, что они купили что-то, что не могут обслуживать, поддерживать, что надо долги отдавать, они очень быстро после покупки, буквально уже на следующий сезон, начали свои вот эти купленные апартаменты продавать. Как продавать? Сливать. Соответственно, вторичка стала душить первичную продажу. Те апартаменты, что еще не были проданы, не могли продаваться уже по этой цене по 450. Второй, третий этап строительства тем более не мог продаваться, его еще нет. А тут, пожалуйста, на вторичке тебе предлагают за 300, за 200 евро квадратный метр. То есть, своя же собственная вторичка стала душить первичный рынок. Короче, было несколько принципиальных ошибок. Во-первых, ориентация. Все-таки зарубежная недвижимость, это некоторый элемент роскоши. И начинать строить из говна и палок зарубежную недвижимость, это в принципе неверно. Второе, так как это предмет роскоши, то ориентация на самого бедного покупателя, на самого финансово малообеспеченного, она также принципиально не верна. Минимальная наценка в этом бизнесе с недвижимостью, она в принципе не имеет права на существование. Так как слишком много рисков, слишком много подводных камней, которые при некоторой минимальной наценке моментально уводят тебя в минуса. Этот демпинг повредил всем. Как я сказал, был эффект домино. Потеряли все, потерял рынок в целом. Кроме того, вот этот отвратительный объект, таких объектов появилось несколько. Некоторое количество, не только у этого застройщика, они в целом очень сильно подорвали репутацию болгарской недвижимости как таковой, курортной недвижимости. Вот такой печальный случай. То есть, товарищ сам по себе ничего не заработал, наоборот, влетел в серьезные убытки и подкосил рынок, который до этого жил вполне неплохо. Так что не будьте в данном случае таким хитрожо, недвижимость это не та сфера, где допустим демпинг. Пока-пока. Если видео понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал, включите уведомления. Будьте здоровы, собраны, целеустремлены и успехов вам! До новых встреч!